Короче, Жан Бедель Бакас, алюдояд президент Центрально-Африканской Республики. Длинная тога, украшенная тысячами крошечных жемчужин, расшитые жемчугом туфли, впоследствии вошедшие в Книгу рекордов Гиннеса, и девятиметровая мантия из малиного бархата, украшенная золотыми эмблемами в виде орлов и подбитая горностаевым мехом. Рядом с ним супруга, будущая императрица в платье, расшитом 935 тысячами металлических блесток и в малиновой мантии. На императорской короне фигура орла, инкрустированная бриллиантами, крупный, весит 80 карат. Корона поменьше для императрицы. Скипетр и меч, изготовленные лучшими ювелирами Франции. Эта церемония копировала коронацию Наполеона Бонапарта и Жозефины. Через 150 лет после любимого исторического героя на трон восходили Бакаса и его супруга Катерина. Одни только наряды для коронации и ювелирные украшения обошлись казне цар в 5 миллионов долларов. К слову, большинство костюмов для торжества тоже шили во Франции. Африканского монарха одевала фирма Гизелин, которая в свое время готовила одежду для восшествия на трон Наполеона. Для церемонии также был заказан трон стоимостью 2,5 миллиона долларов. Карета, обитая бархатом и оделанная золотом, запряженная 8 белыми лошадьми, заказанными в Бельгии. Гостей развозили 60 автомобилей Mercedes-Benz последней модели. 4 декабря 1977 года. На часах 7 утра. Лимузины подвозят гостей к баскетбольному стадиону, где должна состояться коронация. Стадион украшен знаменами и гобеленами национальных цветов, красными занавесами и коврами. Появляются Бакаса, его жена Катерина и наследник. Через плечо диктатора протянута широкая лента, на руках перчатки и шкуры белой антилопы. В сопровождении оператора и фотографов он поднимается на платформу, где остановлен трон. Гвардейцы вручают ему атрибуты царской власти, меч и двухметровый скипетр. После этого на Бакасу надевают мантию. Когда тиран возложил на свою голову корону, публика взорвалась аплодисментами. Катерина подошла к супругу, встала перед ним на колени и он лично ее короновал. Как отмечали западные СМИ, эта сцена напоминала сюжет с полотна посвящения императора Наполеона и коронования императрицы Жозефины в соборе Парижской Богоматери 2 декабря 1804 года, написанного Жак Луи Давидом. После коронации новоиспеченных императора и императрицы гостей пригласили на шикарный банкет. Столы, сервированные серебряными приборами и тарелками с золотым декором, ломились от деликатесов. Икра из Ирана, рулеты с раковым мясом, осетрина, мясо антилопы под охотничьим соусом, фуа-гра. На десерт был огромный семислойный императорский торт, из которого выпустили полдюжины голубей. Более 240 тонн еды и напитков доставили самолетами из Европы. Одного только вина около 40 тысяч бутылок. Помимо этого из Шотландии был доставлен любимый виски диктатора Чива Сригал. Пышная церемония коронации обошлась казне в 20 миллионов долларов. На мероприятие спустили треть годового бюджета и всю финансовую помощь от бывшей митрополии Франции. Официальный титул правителя звучал угрожающе. Император Центральной Африки волей центрально-африканского народа, объединенного в национальную политическую партию. Будущий император-цар в 6 лет остался без родителей. По официальным данным, его отца расстреляли французские солдаты, а мать после этого свела счеты с жизнью. Бакасу взяли на воспитание родственники. Они мечтали, что мальчик станет священником, однако судьба распорядилась иначе. Жан пошел служить во французские войска. Вначале воевал в Конго, в 1944-м его перебросили в Европу. Потом он окончил офицерскую школу в Сенегале, в 1950-м участвовал во Вьетнамской войне. Именно там, в джунглях, произошло событие, перевернувшее его жизнь. Бакаса убил вьетнамского партизана и съел его печень и сердце. Сослуживцам он рассказал, что сделал это для того, чтобы получить храбрость этого человека. После службы он вернулся на родину, которая в 1960-м году обрела независимость. Президентом цар стал Давид Дако, кузен Бакасы. Дако вызвал своего родственника в чин полковника и сделал командующим вооруженных сил. Благодарность Жан Биделя не заставила себя ждать. В новогоднюю ночь 66-го он совершил переворот, заняв место президента. Мгновенно был распущен парламент, конституция перестала действовать, законодательство претерпело значительные изменения. Бакаса объявил себя пожизненным президентом, потом решил стать маршалом республики, однако этого ему показалось мало, и он подался в императоры. Бакаса руководил страной с 1966 по 1979 год. Все эти годы он возводил шикарные дворцы для себя и своих близких. Одних только официальный жен у сластолюбивого африканского вождя было 18, они родили ему 77 детей. Самой любимой супругой была Катерина, которая зашла с ним на престол. Как писали западные СМИ, чтобы не перепутать своих отпрысков с другими детьми, бывавшими во дворце, Бакаса каждому своему ребенку при рождении дарил золотой значок со своим изображением. В стране при Бакасе царили средневековые порядки, господствовали жестокость и террор. За небольшое нарушение граждане цар сурово наказывались, за два проступка отрубали уши, за три – руку. Спецслужбы охотились за диссидентами, а тиран присутствовал на расправах с ними. Впрочем, кровавое правление африканца мало кого волновало на Западе. В частности, француза устраивала лояльность Бакасы, а методы, которыми он удерживал власть, их не заботили. Между тем, экономическое положение империи ухудшалось, бреши в бюджете латать становилось все сложнее. Усугубило положение коронация, часть которой оплатила Франция. К 79 году в Париже пришли к выводу, что больше не получится закрывать глаза на происходящее. Дальнейшая поддержка Бакасы компрометирует внешнюю политику Франции. Последней каплей для Парижа стала инсценированная Бакаса жестокая расправа со школьниками. Это было одно из самых кровавых и беспощадных дел, которые сотворил Бакаса на посту главы государства. Желая пополнить бюджет, изрядно опустевший за шикарного образа жизни вождя нации, Бакаса издал оригинальный указ. Все босоногие ученики, посещавшие единственную в столице школу, должны были отныне приходить на занятия только в школьной форме. Но их родители с трудом могли покупать учебники, форма для подавляющего большинства семей была слишком дорогой. Школьники вышли на акцию протеста. После этого с детьми жестоко расправились. 200 учеников вначале подвергли пыткам, а потом забили до смерти. Бакаса лично присутствовал на казнях. Вскоре император Людоед отправился с визитом к другу, ливийскому лидеру Моамару Каддафи, а в столице царь, городе Банги, высадился французский десант, который мгновенно и бескровно восстановил режим президента Дако, свергнутого 13 лет назад. Бакаса с женой отправились в изгнание. На двух его роскошных филах французские солдаты нашли горы Парнафии, десятки огромных бриллиантов, а также человеческие останки в морозильных камерах и кости тех, кого Бакаса приказывал скормить крокодилом. Личный повар тирана признался, он готовил для него блюда из человечины, однако ему под страхом смерти запрещено было об этом рассказывать. Ходили слухи, что однажды Бакаса убил своего министра и скормил его мясо остальным членам кабинета, после званого ужина рассказав им об основном блюде, в назидание и для острастки. Бакаса поселился в роскошном имении под Парижем, однако в 1986 году решил вернуться на родину и предстать перед судом. Бывший император сумел убедить судей в том, что людей не ел, а часть человеческих тел держал в холодильниках на удачу, в соответствии со старинными африканскими повериями. Несмотря на то, что его признали невиновным в каннибализме, других обвинений не хватило, чтобы приговорить его к смертной казни. Впрочем, через год высшую меру наказания заменили пожизненным сроком, а потом 20 годами тюрьмы. Однако кровавый тиран вышел на свободу уже в 1993 году, в результате всеобщей амнистии, объявленной в стране. Мало того, Бакаса решил вернуться в большую политику, объявив всем, что стал вегетарианцем. Западные политтехнологи предсказывали ему неплохие шансы на победу. К счастью, от реставрации правления диктатора Людоеда судьба уберегла граждан Центрально-Африканской республики. В 1996 году Бакаса скончался от инфаркта. С тебя лайк и подписка.